Итак, мы забираемся на гору Савин Кук с музыкой, с семечками, нам все завидуют. Идем на... Нужно подниматься на гору. Да, да, да. Тут можно, на самом деле, пешком пойти, на джипе проехать, а можно вот на таком подъемничке. Стоит он 7 евро с человека, с взрослого, с детей там дешевле. И у них, видите, два подъемника, вот там второй. Тут надо прогуляться. На обратном пути ты показываешь, что пластиковую карту, они тебе забирают. Такая схема. Обязательно вверх берите теплые вещи, потому что температура резко будет различаться. Высота 2-300, сверху внизу 1450. А где музыка? Не знаю. Смотрите, какая красота открывается. Сейчас будет виден весь жаблик. Ну и главное его жемчужина, это черное озеро. Оно двойное. Смотри, перешейка еще нет, оно не пересохло до конца. Возможно, его сейчас дожди наполняют. Обычно посредине можно вот здесь вот прогуляться. Красиво, да? Где? Ну, перешейк, знаешь, черного озера бывает. А, как это вот здесь? Да, да, посредине сейчас там на лодочке можно плыть. А вот вдалеке змеиное озеро, оно почти пересохло. Только оно и пересохло не делает. Ну да, там от него лужа осталась. Каньон Тары впереди виден, когда мы сегодня утром ходили гулять. Горь красивая. Знаешь, где Боба Тавкок показать тебе? Вот он пик, вот этот, 2523 метра. Самая высокая точка в Черногории. А, и туда мы пойдем? Да? На прогулку легкую. Конечно, легкую. Немножко пошел дождь на Черном озере. Видите, все серое стало. Будем убегать от этих дождевых туч на подъемник. Но место шикарное для панорам. Посидеть, выпить венца. Смотрите, сколько людей. 2313 метров гора Савинкук, откуда видны все самые высокие вершины Черногории.